ДОКОСКОПИ ТВ В 7.15 будут опубликованы данные индекса потребительских цен в Швейцарии за сентябрь. В августе годовой уровень инфляции еще больше понизился, и он достиг отметки, которая ранее была зафиксирована в 59-м году. В 8.10 выйдут данные индекса PMI в розничной сфере еврозоны за сентябрь. В августе индекс понизился с 4-летнего максимума, который был зафиксирован в июле. Данные о торговом балансе США за август выйдут в 12.30. В июле дефицит торгового баланса сократился и превысил ожидания на фоне увеличения объемов экспорта и сокращения объемов импорта. В это же время будут опубликованы аналогичные данные и для Канады. Также и здесь дефицит торгового баланса сократился из-за того, что объемы экспорта превысили объемы импорта. Данные индекса IVPMI в экономике Канады за сентябрь выйдут в 2 часа дня. В августе данные индекса превысили ожидания. Он повысился с отметки 52,9, которая была зафиксирована в июле. Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью в 5 часов вечера. В ходе своего выступления во Франкфурте он расскажет о прогнозах для экономики еврозоны. Далее в 10.30 вечера выйдут данные строительного индекса в Австралии за сентябрь. В августе индекс повысился и достиг положительной зоны впервые за последние 4 месяца. В 11.01 выйдут данные индекса цен в магазинах от британского консорциума ритейлеров. Цены в магазинах понижаются уже на протяжении 28 месяцев. И последними в 5 утра будут опубликованы данные индексы опережающих индикаторов в Японии за август. В июле индекс понизился и достиг минимального уровня за последние 4 месяца. На этом очередной экономический календарь подошел к концу. В следующем выпуске смотрите обзор самых важных событий и публикации среды. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok